12 томов уголовного дела и 5 преступлений. Гособвинитель Татьяна Мельник предъявила суду записи телефонных разговоров. Они доказывают факт обсуждения и передачи взятки экс-начальнику Росгвардии Алфея Мокшиной. Аудиофайлы вызвали сомнения у стороны защиты. Адвокаты заявили ходатайство об исключении доказательства из дела. Сторона обвинения отмечает, монтаж исключен. При прослушивании записи в судебном заседании наблюдалась согласованность и реплик участников диалогов, эмоционально окрашенность в соответствии с обсуждениями с событиями. А поэтому подлинные записи не вызывают конужные. По данным следствия, два года назад Алфея Мокшина требовала от подчиненных деньги. Она должна была передать их комиссии, которая проверяла работу силовиков и выявила нарушения. Но по версии гособвинения, все деньги, около 150 тысяч рублей, Мокшина забрала себе. Среди потерпевших руководитель финансового отдела управления вневедомственной охраны Ольга Равковская. Женщина утверждает, что сняла больше 50 тысяч рублей в банкомате на площади Ленина, чтобы передать экс-начальнице Росгвардии. Я сказала, что я сняла их на площади Ленина в утреннее время, примерно до 11 часов, потому что мы встречались с ней после часа. Сорона защиты настаивает. Кроме слов, доказательств встречи нет. Адвокаты утверждают, что потерпевшая сняла деньги не на площади Ленина, а в торговом центре у железнодорожного вокзала. Сколько из наших ходатайств было удовлетворено? Мы говорим, да запросите расшифровку ее звонков с привязки к потерпевшей, с привязки к вышкам сотовой связи. И вы увидите, что в это время она не была на площади Ленина, а была в торговом центре. Для того, чтобы доказать элементарные вещи, которые противоречат обвинению, приходится из кожи вон вылазить. Мы должны раскрывать особенности нахождения этого терминала, что они там находятся. Из пяти ходатайств, в которые заявили адвокаты, суд не удовлетворил ни одного. Следующее заседание назначено на 27 июля. Сторона защиты вновь должна представить доказательства невиновности Алфеи Мокшиной. Валерия Пронина, Андрей Беляков, Губерния, 33.